24 июня 1944. Войска 1-го Белорусского фронта приступают к форсированию Березины. Начинается освобождение Бобруйска. Это направление в планах стратегов операции «Багратион» на особым счету. Победа в сражении открывает прямой путь на Минск. На протяжении пяти дней Красная армия ведет тяжелые бои, и только 29 числа наступает мирная жизнь. День освобождения отмечают совместно с Днём города, праздники смешанных чувств. К мемориалам, памятникам и обелискам в обручании несут цветы. Центральным местом по традиции становится Площадь Победы. Сегодня здесь вспоминают тех, кто не вернулся с поля боя и в то же время радуются мирному небу над головой. Нужно сказать спасибо нашим ветеранам, потому что в этот день мы празднуем 77-ю годовщину освобождения нашего города. Благодаря им, благодаря их подвигу мы сегодня живем под этим мирным небом. И дай Бог им всем крепкого здоровья и благополучия. Великая Отечественная навсегда оставила след в истории страны и в биографии каждой семьи. Беларусь первой приняла на себя её удары, а Бобруск уже во второй день военных действий подвергся жёстким бомбардировкам и обстрелам. Но город выстоял, и сегодня он растёт и развивается. Строятся новые дома, возводятся спортивные и культурные объекты, проводятся соревнования международного масштаба и фестивали, которые посещают люди со всего мира. Действительно, это очередной день памяти. Где-то это день радости, потому что в этот день, в 44-м году, наш родной город был освобождён. Ну и хочется, чтобы, конечно, наши жители помнили эту дату, да и чтобы во всём мире знали, что было такое. Поздравляем наших жителей с таким праздником, который нельзя забыть, и надо помнить, и поколениям передавать это постоянно, чтобы не забывали. Уже 3 июля вся страна встретит День независимости, и Бобруск по традиции не останется в стороне. Праздничные мероприятия начнутся в 11 утра на Площади Победы, завершатся в 23.00 акции «Споём гимн вместе». Более подробная информация на сайте Бобруского горсполкома. Ольга Васинда, Максим Галеонко, Бобруск, 360.